Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 августа. Я сейчас пока не вышла в огород, так как уйду на весь день. Хочу быстро-быстро ответить еще на один вопрос, который я считаю, он будет важен не только для того, кто написал этот комментарий, но и для многих других. Это комментарий к видеоролику «Формирование томатов. Когда прищипывать верхушки?». И ролик это не новый, уже несколько дней прошло, и написал он мне не сегодня этот мужчина, а вчера. Просто мне некогда печатать ответы. Вы понимаете, что как? Я нахожусь постоянно в огороде, и как вот один человек сказал, у вас, наверное, много времени, вы снимаете 5-6 роликов. Но дело в том, что видеоролики мне снять проще. Я во время работы работаю, сниму, отложу камеру, потом еще что-то делаю другое, еще раз сниму. А чтобы отвечать на ваши вопросы в комментариях, это мне надо зайти в дом, сесть и печатать, печатать, печатать. Ну тогда мне нужно бросить свой огород, так что не обижайтесь, если ответов вы не дожидаетесь, тем более есть такие ответы. Вот пришел. Какая у вас подсветка для рассады? Ну это вообще сейчас не актуально, я даже отвечать на этот вопрос не буду, тем более все есть на канале. Потом, когда вы сеяли, к каждому сорту, вот какой бы ни выложила я видеообзор, находятся люди, которые спрашивают, а когда вы сеяли, а когда вы высаживали, я сейчас отвечать на эти вопросы не буду, это мне надо поднимать журналы мои посевные, искать именно этот сорт, это очень долго, потому что сортов около 200 высевала в несколько потоков, вы поймите, что это сейчас не актуально, когда я селала. Я потом буду делать, когда общие видеообзоры, если у меня под рукой сведения, я вам выкладываю. А вообще смотрите, зимние, весенние обзоры, вот эти всякие видеоролики, я ведь все показываю, каждый свой шаг, я нынче регистрировала по просьбе вот этих начинающих огородников, все выкладывала, там можно сказать, вся моя огородная жизнь, все выложено. Но я отвлеклась, сейчас я хочу ответить на вопрос, вот прислал, к сожалению, опять не по-русски, у него фамилия, имя, не люблю вот это, потому что когда читаешь, обязательно как-то ты исказишь. Но вот ясно, что Рубен, а фамилия Эреми Ан, ну не знаю, извините, люблю русские. Вот, например, Алена, так Алена Шатковская. Кстати, я заходила на ваш участок, смотрела ваши ролики. Пишет, уважаемая Ольга, все, что вы говорите, все понятно и доходчиво, но помогите решить нестандартную проблему с погодой. Рассада моя выращивалась с начала марта, но затяжная весна все сроки отодвинула на 25-30 дней. Сейчас конец июля и только-только завязались первые 2-3 кисти, по погоде, боюсь, холодного августа, может раньше прищепнуть, тогда хоть что-то вызреет, климат у нас, Южный Урал, как и у вас, или ждать. Вот хочу по сообщению сказать, что у нас было то же самое, которую рассаду мы с начала марта посеяли, и также у нас была весна холодная, все видели, там и крупка снежная, и снег шел, и минусы были. И у нас на 3 недели, вот как раз на 25 дней у нас все сдвинулось. И у меня тоже, я когда высадила, показывала, первые высадила, которые высадила вовремя, но они потеряли из-за заморозков первые кисти, у них тоже на одну кисть сейчас меньше, а следующие, которые я высадила после мороза, все это я тоже вам уже показывала, попали в жару и тоже потеряли первые кисти, но из-за того, что они засохли из-за стресса, они сами чуть не умерли, и вот у меня идентичная ситуация. У меня сейчас не как обычно, сколько кистей должно быть, а на каждом крупноплодном по одной кисти меньше. То есть, если у меня в Сибирском регионе должно быть 5 кистей, и 15 августа мы уже прищипываем, завтра уже 1 августа, и я боюсь, что до 1 августа 5 кистей у меня не будет. И вот я поняла суть вопроса в чем. Или лучше оставить уж сколько есть, например, будет 3-4 кисти, прищипнуть, чтобы они вызрели, или рискнуть оставить, пусть дальше. Вот смотрите, вот эта вот проблема, она у нас каждый год в тех регионах, в которых холодно, в которых заморозки, в которых поздняя весна, но ранняя зима, когда в сентябре уже может быть мороз. Я сейчас расскажу несколько вариантов, я не говорю, что вот именно вам нужно делать так, и другие тоже, может быть, послушают, и какой-то вариант для них, ну как, пригодится. Я скажу по своему примеру, потом расскажу, как одна женщина мне посоветовала. Короче, все, что вот у меня какая подобная информация есть насчет этого. Еще хочу напомнить, кто не видел вот этот видеоролик, формирование томатов, когда прищипывать верхушку, я уже говорила, что все зависит, конечно, от региона. Вы должны знать свой регион. Я вот знаю, что в сибирском регионе 15 августа мы прищипываем, потому что все цветы, которые появятся после 15 августа, они в любом случае никогда у нас не превратятся в полноценные плоды. Этого не было никогда в жизни и не будет. Так что сибирский регион, я думаю, что уральский, уральский там, я не знаю, он не регион, он тоже сибирский регион, уральская область, наверное, тоже сюда относится, потому что у нас для формирования плода требуется какое-то определенное количество дней. Наше короткое лето не позволяет. Редко, редко, один раз или два раза в жизни я видела, когда было без холодов и без заморозков, сентябрь продолжительно и октябрь. Но надеяться на это не стоит. Хотя вот сейчас я вам расскажу про себя. Я обычно 15 августа прищипываю, все. И, ну, когда в обыкновенные, без катаклизмов, не как нынче, к этому времени на крупноплодных, я сейчас про крупные буду рассказывать, мелочь, там с мелочью проще, ну, не вызрели, там две кисти верхние не вызрели, я про крупные рассказываю. Обычно к этому времени у нас формируются уже, хотя пусть они там не полностью налитые, не созревшие, но хотя бы сформировался более-менее крупный плод, формировано уже пять кистей. Все, я считаю, если в два ствола, на основном три, на вспомогательном две, я обе верхушки прищипываю. И очень хорошо выщипываю остальные пасынки, все, которые будут образовываться. Потому что, смотрите, 15 августа, еще 15 сентября, еще до конца сентября полтора месяца, прищипнув верхушку, вы даете, вы стимулируете образование вот этих дополнительных пасынков. Они будут лезть и со всех щелей, и со всех пазух листьев. Даже вторичное начнется, вот это образование пасынков. Если вы уж прищипнули верхушку, и хотите именно, чтобы вот эти пять кистей у вас созрели хорошо, удаляйте все пасынки. Но это я говорю про нормальный год, про нормальные условия. Если сейчас до 15 августа, это я так делаю всегда, когда пять кистей все готовы. Если до 15 августа я увижу, что у меня нет пять кистей, вот на некоторых сейчас только три кисти, и я не думаю, что за оставшиеся 15 дней у меня сформируются еще две полноценных крупных кисти. Таких чудес не бывает. Если я увижу, что кистей мало, я прищипывать не буду. Но я буду смотреть ежедневно, заходить в интернет и смотреть наши региональные прогнозы погоды. Потому что все равно, и еще мы смотрим по Москве. Я не столько верю прогнозам, сколько верю реальной погоде. Если я смотрю новостные прогнозы погоды, если передали в Москве понижение температуры, через пять дней у нас будет точно. Оно приходит через пять дней к нам. И я знаю, что если в Москве какой-то заморозок случился, или там похолодание низкое, 3-5 градусов, это уже все. Ну, значит, все дальше у нас они расти не будут. Можно прищипывать или готовые убирать, но какие-то меры предпринимать, чтобы спасать от мороза. Но, опять же, в прошлом году мне женщина сказала, что она в таких случаях, у нее есть свой способ, метод. Она живет тоже в таком регионе, извините, я не помню, или на Урале, или где-то там в Сибири. Для того, чтобы... Иногда, знаете, как бывает, вот этот заморозок, он бывает единственный. Он испугает нас, а потом после этого еще месяц хорошей погоды. Я уже этим, ну как, научена горьким опытом. Один раз передали нам заморозок, я испугалась, я все-все поснимала, положила в коробки. Он был заморозок незначительный и районами. Какую-то область он подморозил, какую-то нет, но заморозок на почве, только так листья почернели. И потом был месяц такой хорошей погоды, и вот кто не снял плоды, они взяли еще следующие урожаи. У них еще подцвели, потом помидоры еще завязались. А я все сорвала, и не все они хорошо сохранились. И с тех пор я рано не снимаю. И я вот, когда угроза таких заморозков, я сильно не пугаюсь. Но я снимаю то, что вот сильно дорого там какие-то, вот уже которые спелые, бурые, которые уже не требуются сильно, им куст материнский не нужен. И вот одна женщина сказала, что она в таких случаях, когда, например, ожидается заморозок, но кратковременный, а она хочет дальше продлить. У нее, например, всего три кисти, а четвертая прям завязывается хорошо, но еще не налита. Она делает так, и многие так делают. Снимают с опоры, со шпалеры, с колышка снимают. Вот эта дорожка, по которой я вчера лазила, ну как рыхлила, вот эту дорожку застилают тканью. Можно использовать вот эту черную агроткань, мульчу. Главное, чтобы томата не положить на землю, потому что вы понимаете, если будет дождь, он будет все это там грязно, они измараются, потом будет сложно их собирать. Снимают с колышка, отвязывают. И вот так вот их укладывают на эту ткань, как я кладу на ленивую грядку. Я вот рассказывала, грядка ленивка, я их заваливаю. И в лежачем положении они лежат, и они так же, как они продолжают расти. Им же уже не надо, куст не должен расти ничего, нужно просто, чтобы у нас налились вот эти томаты и вызрели, именно естественным способом на кусту. Как только передает заморозок, она говорит, я беру вот это нетканное, но нетканное берет, самое плотное, которое я сказала, что я не люблю его весной использовать, оно сильно грубое, вот на эти, на пленке натягивать. Но для укрытия от мороза она подходит идеально. Вам достаточно один раз взять какой-то вот этот кусок, отрез там 5 метров или 6, и будете пользоваться много лет. Я так не могу этим способом воспользоваться, потому что у меня их полторы тысячи. Их, пока я все уложу, земля наступит, ой, зима наступит. А вот если у вас, например, 100 или 200, это сделать вполне реально. Еще раз, она укладывает, например, черную ткань вниз, потом снимает со шпалеры, снимает с колышка, укладывает их вот так вот, как они растут параллельно, и сверху во время заморозка накрывает вот этим нетканным материалом плотным, толстым. Если заморозок передается на один, на два дня, они прекрасно у вас там, можно сказать, как перезимуют. Вот эта толстая ткань, осенние заморозки, они же маленькие, они не будут минус 7, не будут минус 8, обычно 0, минус 1, минус 2. И потом, когда наступят следующие и последующие хорошие теплые дни, вы просто ткань или откинете на дорожку, или просто ее скатаете, и, возможно, еще неделю, две или даже месяц они у вас лежа будут дозревать. В крайнем случае, если у вас как эпидемия фитофторы или что-то там, но обычно бывает, вот как говорите, холодный август, тут вы будете сами думать. Или у вас два выхода, или вы обберете все вот это даже лежачее и занесете домой, все использовать, или вы вот даже лежачее их можете обработать любым средством от фитофторы. Они даже лежа вот так на полу, как на грунте, они могут еще расти. И, ну, конечно, тут уже про формирование новых, про цветение, про формирование речи нет. Это мы дозариваем готовые томаты, уже готовые кисти на корню, или ждем, когда нальются последние кисти, чтобы их хотя бы было не как у вас сейчас 2-3, а хотя бы было 4 или 5. Все. Я как смогла объяснила, как можно вот уберечь такой или такой способ. Можете, конечно, и прищепнуть, ну, тогда 2-3 вот этих будете выращивать, какие есть. Можете оставить, смотреть по прогнозу погоды. Если уж прогноз погоды будет такой неблагоприятный, что ранние заморозки будут или холодно, можно уложить и на ночь их укрывать, потому что самая большая опасность для наших томатов – это ночью. Вот в августе как раз и холодные росы, и понижение температуры, и вся вот эта нетканка, она снизу от земли не будет сырости идти, через эту агроткань, а сверху будет вот эта нетканка плотная, она все вот эти росы в себя возьмет. И именно вот я что хочу до вас донести, что сам томат не будет, вот на него не будет падать, эта холодная роса. И это очень хороший способ, он может уберечь какую-то часть урожая, которую вы еще не сняли. Вы просто потом снимите, например, можно просушить, вечером опять положите, старайтесь, чтобы она была сухая, конечно. И так можно от фитофторы сохранить, от всего, потому что обычно фитофтора идет, но вот говорят же, что она от земли, или там, где если большая эпидемия, ее может и ветром занести. От земли они у вас будут предохранены, вот от этих вот, от ночных покушений сверху, они у вас будут тоже закрыты. Просто тряпку, естественно, конечно, открывать-закрывать надо, но с другой стороны, если будет холодная погода, можно и не открывать. Они уже там наливаться будут и так. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Хочу всем помочь, хочу всем что-то посоветовать, но печатать места, ну как времени, совсем нет. Я вот такие вот, которые вопросы самые злободневные, вот сейчас многие спрашивают, что делать, вот как осень, куда их девать, как их то ли тащить, сворачивать, то ли что. И вот тут еще одна женщина написала, или девушка, что ей сказала соседка, что она вот зеленые самые такие, которые поздние плоды, не могу найти, но потом я записала в свою книжку копилок, что она погрузила их в раствор марганцовки, потом положила, и они до Нового года зрели и не почернели. Меня очень заинтересовал этот совет. Хочу нынче это сделать, покажу, конечно, все вам, и, конечно, покажу, почернеют они или нет. Потому что вот такого я ни разу не слышала, чтобы погружать в марганцовку, и потом они лежат до Нового года. А вот так вот подумала, что действительно, ведь все, что было на ней, даже если были какие-то споры вот этой фитофторы, марганцовку убьет, но внутрь-то она не проникает, потому что они вот эти томаты, это листья впитывают в себя. Ну как вот, когда делаем обработку по листу, они впитывают. А плоды они уже ничего не впитывают, они лежат, у них вот эта пленка защищает их, поэтому их можно потом, наверное, просто сполоснуть хорошенько водой, и все обязательно попробую, и потом, ну не могу я найти, ладно, и потом вам все расскажу. До свидания.